Реконструкцию Наташинского парка приостановили до весны. Завершить первый этап благоустройства обещали в этом году, к началу сентября. Но подрядчик не справился со своими обязательствами. Администрация Люберец провела выездную встречу и рассказала жителям о дальнейшей судьбе парка. Компания, которая не справилась с задачей, работала из ряда вон плохо, некачественно, не в срок. Владимир Михайлович неоднократно, собственно, выезжал на объект, приглашал к себе. Все замечания не устранялись или устранялись для повторного устранения нарушения. В результате, собственно, срыв сроков, принято решение о расторжении действующего на тот момент контракта. Подрядная организация успела демонтировать старое асфальтовое покрытие, завести щебень и частично уложить тротуарную плитку вокруг прудов. Работы по благоустройству входных групп в парк, смотровых площадок, дополнительного освещения вокруг прудов, установка скамеек и сцены напротив амфитеатра так и не были завершены. Места примыкания и переходов мы обязательно подсыпем, чтобы комфортно было идти и не спотыкаться, и с коляской, и молодых человек в возрасте. Для удобства жителей сделают пешеходные дорожки, проведут временное освещение и вывезут строительный мусор. Работы выполнят в течение двух недель. Ближе к зимним праздникам на главной площади установят новогоднюю ель, а на крещение оборудуют купель. Наша задача сейчас перед зимой навести порядок на тех местах, которые фактически являются разбитыми, а это, к сожалению, входные группы. Все эти вопросы обсудили с жителями, все предложения записаны. Наша задача в этом году законсервировать проект, а на следующий год, так как контракт двухлетний, закончить проект и сделать оба этапа в один год. Наш парк опять будет нас радовать. Будем насыщаться здоровьем, силой. Ну, естественно, и праздничное настроение. К реконструкции приступят весной, после схода снега. Следующей осенью парк Наташинские пруды полностью преобразится. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.